Спасибо. Ну, многое из того, что было озвучено, на мой взгляд, вполне справедливо. Хотя, с другой стороны, вы должны понимать, что лесная подростка существует много лет. Там много людей, которые хотят действительно, скажем, вырастить хороший лес, хотят что-то сберечь. Поэтому я бы рассматривал нашу сегодняшнюю пресс-конференцию в аспекте не просто там тотальной критики того, что делается, а в аспекте все-таки критики, которая должна вести к кардинальным улучшениям в лесном хозяйстве, которые, на мой взгляд, назрели и были хорошо проиллюстрированы в выступлениях Андрея Плыги и Алексея Василюка. Ну, я хочу подчеркнуть, что да, действительно, если мы посмотрим, за последние 15 лет у нас колоссальным образом произошли изменения в возрастной структуре лесов, а потому что практически большая часть спелых лесов была вырублена и продолжает интенсивно вырубаться. То есть, это означает, что есть люди, которым нужны деньги, и деньги нужны сегодня, не завтра. Поэтому подгоняется и подгонялось законодательство под интенсификацию рубок, что, собственно, и произошло последние лет 5-7. И поэтому мы можем видеть огромные территории, на которых практически нет леса, его, конечно же, посадят, но чтобы он вырос, это нужно еще там 40-50 лет, чтобы он достиг хоть какого-то вида, да. И это оголенные территории в Карпатах, это огромные куски в Полесье, далеко ездить не нужно, вы можете поехать на север Киевской области, пожалуйста, в район Плавдива, Бородянки, скажем, Иванкова. Вы можете поехать на юг Киевской области, южнее, скажем, Киева, в районе, скажем, Плесецкого там. Даже Боевская лесоопытная станция, казалось бы, да, лесоопытная станция, предложавшая университету аграрному, которая должна как-то вводить новые технологии в лесной хозяйстве, на самом деле это просто максимально возможные руки с подгонкой законодательства под это дело. Очень справедливо было сказано, что фактически большая часть объектов природнозаповедного фонда, существующая на землях лесного фонда, ну, это достаточно такая, скажем, вещь далекая от реальной охраны природы, потому что под разными предлогами эта территория вырубается, и функции свои, они, эти заказники лесные, не выполняются. И вроде с одной стороны все по закону, а с другой стороны это противоречие с другим законодательством, связанное с, допустим, охраной редких видов животных. Кстати, редких видов животных, которые обитают на территории лесов, но это частично только претензия к лесникам, это еще к различным охотхозяйствам, которые, скажем, используют эти земли. Фактически, что произошло в последние 15-20 лет? Чистность медведя упала колоссальным образом. Зубр, чистность упала колоссальным образом. Рысь уничтожается, лось, чистность упала в несколько раз. Это означает, что на этих лесах происходит бесконтрольное, массовое, мощнейшее браконьерство. При этом, что интересно, там, в тех же Карпатах, рядом в румынской части, там прекрасно существуют и популяции рыси, и популяции, скажем, медведя. У нас же они сведены к минимуму. Очень ярким примером необходимости системных изменений является степное лесоразведение, то, о чем говорили. И, в частности, таким примером является Кимбурнская коса, там песчаные степи. В свое время, когда там овцеводством земли были разбиты почвой до свободы гуляющих песков, их нужно было остановить, возникла идея сделать с помощью посадки лесов, но полосами, с разрывами большими. Сначала так делалось, но потом нужны же деньги. Для того, чтобы получить деньги, нужно засаживать что-то лесом. И там совершенно бездумно огромные территории засаживали лесом, что потом привело к формированию огромных массивов, которые очень легко горят. И, в общем-то, низкокачественные древесины, при этом уничтожены песчаные степи. Аналогичная ситуация сейчас проходит по всей Украине, где есть степные участки. Я хочу напомнить, что степная зона Украины, это 40% нашей территории. Где ведутся не то чтобы попытки, а такое массовое наступление на последние остатки степей, где пытаются сажать там сосну, акацию и так далее. То есть лесное ведомство получает от этого дополнительные деньги и будет там сажать леса по четвертому, пятому, шестому разу на нижних участках. А охрана природы, в частности, сохранение редких винов, а я хочу сказать, что речь идет не только о Красной книге Украины, а речь идет еще о ряде международных конвенций, которые Украина подписала и обязалась сохранять эти виды на международном уровне. Мы их уничтожаем. На мой взгляд, да, нам необходимо увеличивать площадь лесов в Украине, потому что в Украине всего 15%, как говорилось, в той же Франции, в Германии там более 30% в каждой стране. Есть ли у нас для этого резервы? Есть. И еще когда в последние годы существования Советского Союза люди, которые занимаются охраной земельных ресурсов, они, анализируя ситуацию с нашими почвами, предлагали, что у нас слишком много земель занято пахотным земледелием. Значительная часть земли загрязнена или истощена. И эти земли нужно выводить из активного сельхозоборота и конвертировать в другие какие-то типы земель, в пастбище или в те же леса. Но, к сожалению, наше законодательство, особенно сейчас, скажем, в этой тупиковой ситуации с распоеванием земель, нет механизмов, которые позволили бы тем же лесникам наращивать площади, и где они могли бы сажать дополнительные за счет вот этих низкокачественных сельскохозяйственных угодий. Поэтому они используют, скажем, то, что им дают землезапасы. А землезапасы, это, как правило, остепленные склоны вдоль рек, вдоль различных водоемов на юге. Кстати, там тоже возникают иногда противоречия, они иногда довольно часто с местным населением. Это последние участки, где местное население может пасти сход. Вот и понятно, что пасти сход потом по посадкам соснового леса, вряд ли они, так сказать, могут. Поэтому, на мой взгляд, назрело... А. Назрели системные изменения в лесном хозяйстве. Перестать смотреть на лес просто как на поле. Лес – это территория, которая несет обществу различные выгоды и возможность отдыхать, и обеспечивать сохранную чистую охрану воды и сохранение редких видов. Это не только деньги для каких-то конкретных людей, или конкретных чиновников, или конкретного ведомства. Это ценность всего общества. И в лесную отрасль деньги вкладывает все общество. Деньги идут из государственного бюджета тоже туда. Поэтому, кроме таких системных изменений, очень важны, на мой взгляд, системные изменения более широкого плана, необходимо пересмотреть подходы к выделению земель для лесного хозяйства. И я предлагаю все-таки вернуться к идее использования низкокачественных сельскохозяйственных угодий, потому что в Украине более 50% земель – это пахотные угодья. Нигде в Европе такого нету. И это в целом для страны. Если мы возьмем юг Украины, то в ряде областей, особенно отдельных районов, каких-нибудь там может быть до 80-90%. Это ужасно. Такого быть не должно. И тут колоссальный резерв. Просто нужна политическая воля, нужна соответствующее законодательство, и, наверное, уже соответствующие экономические механизмы, механизмы соответствующей рыночной экономики. Потому что, если сейчас будет приватизация земли завершена, то влияние государства на предиземные будет минимальным. Уже и сейчас государство очень слабо влияет на то, что происходит на сельхоземлях, даже в условиях аренды. А в условиях полной приватизации влияния вообще не будет. И тогда у нас не будет перспективы расширения наших лесов, что, в принципе, очень необходимо. Ну и в заключение я желаю все-таки нашим лесникам продолжать свою, скажем, обновленную, я бы пожелал им, деятельность лесного хозяйства. И не только на благо лесного ведомства, но и на благо всей страны. Спасибо.